Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милосты Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – путешествия Исра и Мирадж и приписание намаза. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Ва акиму салата ва аяту с заката варкау ма ар-ракаин». Совершайте намазы, плачивайте закат и клоняйтесь вместе с клоняющимся. Я свидетельствующий божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого неся товарища. И свидетельствует, что наш господин пророк Мухаммад – его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, сокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, путешествия Исра и Мирадж изобилиют божественными дарами и милостями, которыми Всевышний Аллах наделил исламскую общину. Одним из величайших таких даров является приписание намаза, который соединяет рабов с их могущественным Господом. Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах и приветствует, рассказывает, «Аллах внушил мне то, что внушил, и приписал мне и моей общине пятьдесят намазов в сутки. Потом я спустился к Мусе, и он спросил меня, что приписал Господь твоей умме, и ответил пятьдесят намазов. Он сказал, «Вернись к своему Господу и попроси облегчения, воистину твоя умма не вынесет этого». Я вернулся к моему Господу и обратился, «О Господь, облегчи моей умме». И он снял пять намазов. Я вернулся к Мусе и сообщил ему об этом. Муса сказал, «Воистине твоя умма не вынесет этого, вернись к своему Господу и попроси облегчения». Итак, я ходил от Муси к Господу обратно, пока Господь не сказал мне, поистине, это пять намазов в сутки, за каждый намаз воздаяние десятикратно, так это пятьдесят намазов. Приписание намаза в ночь на Вознесение свыше Семени Небес свидетельствует о Его великом значении и высоком положении. Намаз есть ослада очей, жизнесердец и удовольствие душ. Он также есть духовное Вознесение, с помощью которого люди восходят на путях близости к Господу миров. Всевышний Аллах говорит «Вас дуде ва-катариб» «Подините и приближайся к Аллаху». Пасанник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует изрек «Ближе всего к своему Господу раб оказывается во время совершения земного поклона». Пасанник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует также сказал «Совершай множество земных поклонов, ибо поистине за каждый земной поклон, совершенный тобой ради Аллаха, Аллах возвесит тебя на одну ступень и снимает с тебя бремя одного прегрешения». Кроме того, приписание намаза во время Вознесения на Небеса стало утешением для нашего пророка да благословите его Аллах и приветствует после того, как он подвергся суровым испытаниям в том году, который был назван Годом Скорби. Это и есть указание на то, что намаз успокаивает сердце, радует глаза и приносит помощь Всевышнего Аллаха в бедах. Аллах в свету невелик говорит «Валакады на'аламу аннака ядуй кусад рука бима якулун, фасаббих бихамды раббика вакум мина саджидин, ва'буды раббака хаттая тяка лякин». «Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так вославь же Господа твоего хвалой, и будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность, то есть смерть, не явится к тебе». «Обратитесь за помощью к терпению и намазу». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, тоже поведал «Отрада отчима их в намазе». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также часто говорил «О Билаль, произнеси икаму, призыв на намаз, дай нам отдохнуть им». Облегчение Всевышним Аллахом намазов ради мусульманской общины показывает, как милосердно Аллах проявляет свою абсолютную милость своим рабам и указывает на то, как исламский шариат отличается легкостью, мягкостью и непринужденностью. В этой связи Аллах, слава ему величия, говорит «Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля уса'ха». Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. «Юриду Аллаху бикуму льусра ва ла юриду бикуму льус». Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. «Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах приветствует, тоже изрек. Поистине, религия эта легка». «Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах приветствует, также изрек. Поистине, Аллах послан меня к людям не в качестве того, кто будет принуждать и чинить препятствия, а в качестве того, кто будет учить и облегчать». Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу Аллах прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня. Дорогие диноверцы, бесспорно намаз идет духовный монолог раба в адрес Творца. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха говорится, Аллах Всевышний сказал, я разделил намаз между собой и рабом моим на две равные части, и будет рабу моему даровано то, чего он попросит. Если раб Аллаха скажет, хвала Аллаху Господу миров, Аллах Всевышний говорит, Раб мой, воздал мне хвалу. И если раб Аллаха скажет, милостивому, милосерному, ар-рахману, рахим, Аллах Всевышний говорит, Раб мой, возблагодариль меня. Если раб Аллаха скажет царю дня воздаяния, Аллах говорит, Раб мой, восслави меня. Один раз он сказал, мой раб, предостави мне свое дело. Если раб Аллаха скажет, лишь тебе мы поклоняемся и лишь тебя просим о помощи, Аллах говорит, это между мной и моим рабом, и будет даровано рабу моему то, чего он просит. Если же раб Аллаха скажет, веди нас прямим путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев и незаблудших. Ихди нас суратал мустаким, суратал лазина ан-амта алейхим, гайрил макдуби алейхиму алят-далин. Аллах говорит, это рабу моему, и будет даровано рабу моему то, чего он просит. К тому же, намаз оказывает удивительное влияние на самодисциплину, исправление поведения и проявление благородных нравов. В священном корене говорится, Так, настоящий молящийся не может быть лежитцом, обманщиком, вероломником, изменником, предателем или нарушителем обещания. Скорее, унисты нравы и ценности, движущиеся по земле, согласно методу и шариату Всевышнего Аллаха. О Аллах, включи нас и наше потомство в число тех, кто совершает намаз, Господь наш, прими нашу молбу. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.